Я вам скажу, хорошие ребята, хорошие ребята, и жизнь другая, соответственно, и подходы к журналистике другие, вот, другой даже язык, я бы сказал. Вроде русский, а другой. Конечно, он другой, да. Если писать вот тем языком, то не поймут, это все равно, что я одену другой костюм того времени, пусть даже новый, но он будет не подходить к этой эпохе. Я переживал цензуру в советские годы. Меня приглашали в Кишинев, есть такой орган был, главлит, и мне указывали, в номере таком-то, вот в такой-то статье, вами сказано то-то. Почему вы указали этот дом? Это нельзя, вы же, знаете, так, распишитесь. И иду себе на вокзал, сажусь, еду электричкой в террасу, и думаю, да, как это я так прохлопал. Сейчас этого нет. По Покровской в районе, значит, нашей редакции работают сегодня, значит, стелят асфальт, вот вчерашний случай. Вот, и вдруг женщина идет и говорит, о, этого человека я видел в газете, вот он здесь. Что вы думаете, к нам приходят ребята, вот, ребята приходят в редакцию в шарядах, где купить газету, там, говорят, мы на фотографии. Мне понравилось, помню, вот такой случай. Худяков Виктор, мы с ним были дружны, он попросил рассказать о кирпичном заводе в терраспле, о качестве кирпича. Очерк закончилась тем, что раньше разобьется быстрее или кирпич, или хрустальная ваза. Так он сказал, что кирпич. Значит, качество было неважное. Это не просто игра, это не просто какая-то ошибка или кто-то их заставляет. Это обдуманно, обдуманно идут на обострение такой обстановки. Ну, ничего хорошего в этом нет. Продолжение следует...